И всем привет, ребят, с вами Мстер Ваньки, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня мы вместе с вами обсудим одно из нововведенных обновлений. И это обновление связано с изменением и дополнением новых карт в виде ночных. Я человек, который категорически против этих карт, и, ну, я всегда, знаете, так скептически относился к тем этим ночным, даже, ну, можно сказать, паркурным картам. И на сегодняшний день у нас произошло обновление, при котором ночные карты появились в матчмейкинге, появились с возможностью создания в про-битвах. И я, как и изначально, когда они только-только у нас появлялись, был против этого всего дела, а сейчас, вчера, когда у нас вышло обновление, я зашел в матчмейкинг, даже, возможно, вы смотрели видеоролик, в котором я впервые запикался в катку и увидел ночную карту, во-первых, это супер непривычно, даже глазам, просто переходя на карту, оно меняет очень сильно яркость, и из-за этого вам супер непривычно смотреть на всю эту картинку, вы напрягаете свое зрение ради чего? Ну, то есть, для чего мне не играть в игру, да, а, ну, можно сказать, страдать, напрягать свое зрение и пытаться что-то там найти. При этом, эти карты, там есть какой-то определенный перечень, около 10-12, вводятся в матчмейкинг без возможности отключить их, да, то есть, если бы, например, я нажимал здесь режимы, и здесь была бы дополнительная кнопка, какие там я карты хочу, ночные или дневные, да, и я бы, например, бы выбрал либо две галочки, да, чтобы меня кидало и туда, и туда, либо одну галочку, да, только ночные, либо еще одну галочку, только дневные, я бы, может быть, с этим бы как-то был бы согласен, и, в принципе, ну, наверное, адекватно бы смотрел бы на это. Но, с тем раскладом, что я пикаю в матчмейкинговую катку и попадаю на ночную карту, меня это не устраивает от слова совсем, прям вообще никак, да. Во-первых, я считаю, что это обновление, оно не то, что актуальное, оно не важное, да, то есть, сейчас на момент времени у игры ситуация такая очень тяжелая, онлайн падает, и такие моменты нужно решать проблемы, проблемы, конкретные проблемы, да, то есть, баги всякие там, проблемы с тем же самым звуком, который супер жестко на протяжении долгого времени бесил меня и не только меня, да. И при этом все, у нас вводится такое обновление, которое, ну, абсолютно не актуально, абсолютно. Покажите мне того, кто ждал ночные карты. Ну, я, честно, я не видел таких. Я не видел людей, заинтересованных в ночных картах. Для чего они нужны? Ну, просто зачем? И еще один момент, с которым я столкнулся вчера, вы знаете, что мы сейчас играем в турнире, у нас есть карты, которые являются определенным маппулом, и одна из карт попала в этот маппул, то есть, плато у нас сделали ночным, и произошла вот такая ситуация. Если я открываю про битвы и хочу создать карту, я хочу создать ее, например, в спорт-режиме, в захвате флага. И это карта плато. Я открываю карта плато, и мне интересует карта плато матчмейкинговая. Дальше у меня есть список в виде лето-ночь, лето-день, лето-ночь. Вы видите, что здесь лето-ночь нету, зима-день есть, космос есть. Я открываю лето-день, открываю плато, создаю карту, захожу на карту, как бы, ну, лето-дневная карта должна быть у нас, да? Все должно быть четко, адекватно. И вижу вот такую картину. Вижу ту картину, которую я видел вчера в своем первом бою, в своем первом видосе, который я записывал в пятницу сразу после обновления. Где здесь лето-день? Расскажите мне, пожалуйста. Это типа дневная карта? Это типа, ну, нормальная тема, да? Это типа адекватно, да? То есть я, играя на протяжении долгого времени на обычных картах с привычным для меня цветом, яркостью и всеми настройками, должен играть вот с таким, да? Ну, то есть вот так я должен катать теперь, да? Сейчас я уже более-менее привык к этой картинке, но все равно она очень сильно режет. Она режет, да? То есть напрягает ваше зрение. И вы концентрируетесь не на тех вещах, на которых вы должны полноценно концентрироваться. Где здесь день? Я не вижу. Это какой-то закат, да? То есть. Но явно не день. И поэтому у меня большие вопросы, да? То есть зачем вообще вводятся такие обновления? При этом они вводятся с тем учетом, что у нас вместо дневной карты появляется ночная и дневную я создать не могу. Как это работает? Зачем это работает? Это те вопросы, которые мучают меня и очень многих других ребят. Я уверен, что с моей позиции смотреть на эту ситуацию будет большое количество игроков. И для меня ввод этого обновления абсолютно не понять. Да? Я могу согласиться с тем, что возможно кому-то это интересно. И кто-то готов на этом играть. Но я считаю, нужно считаться и с другими игроками, а не вводить подбор в любом режиме ночных карт. Сделайте определенную плашечку выбора дневной и ночной карты. Я не вижу никаких проблем сделать это. И все вопросы мои отпадут. Ну а насчет плато. Это вообще отдельная песня. Я не знаю, честно, да. То есть вот у нас есть карта. И если я должен буду в официальной игре играть такую карту... Ну... Я не знаю, честно, как я буду на это смотреть. Крайне-крайне негативно. Крайне. Потому что, ну, с моей точки зрения, это полная ошибка, которая должна быть решена. Это явно не дневная карта. Пишите, что вы думаете по поводу ввода ночных карт в нашем... В нашей игре. Пишите, согласны ли вы с моей точки зрения по этому поводу. Поддерживайте видос лайком. Продвигайте его. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok